Я не смотрел под этим углом, но когда этот человек мне показал, я все это время размышляю. Я думаю, насколько в этом стихе сила именно важности Сына. И я начал делать хронологию каждого Сына, который... Ну, я взял не каждого, я взял несколько Сыновей, от которых зависела судьба человечества, и дошел до Иисуса Христа. И я думаю, насколько действительно важно понимать важность Сына, которого Бог прислал на эту землю для того, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел жизнь вечна. Это действительно Божья сила, это действительно Божий умысел, замысел. Я даже не знаю, как это назвать, но если мы поймем настолько, сколько Бог хочет, чтобы мы поняли, то ряд вопросов, ряд проблем в жизни человека, особенно верующего христианина, отпадут. И я, правда, Зоя не сказал об этом местописании, но откройте... Ладно, давайте с Матвея, а потом откройте «Бытие». Давайте откроем Матвея, первую главу. Первый и второй стих. Я взял два стиха для того, чтобы сфокусировать ваше внимание о том, насколько важен Сын в истории Библии. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Я остановился, я даже не хочу дальше читать. Почему? Потому что смысл будет один и тот же. Бог показал мне в этом стихе, и то, что мы будем с вами сегодня изучать, что в истории спасения после грехопадения рождались сыновья. Сначала они рождались у людей, у человеков. Но эти сыновья, они выполняли Божье предназначение, Божий план. Но ни один сын не исполнил Божье предназначение, как исполнил его Иисус Христос. Ни через одного сына не пришло спасение на землю. Спасались люди, но впоследствии, со временем, люди становились еще более рады. Но когда пришел Иисус, Сын Божий, Он принес уже авторитет Божий. Он принес уже для каждого человека спасение. Для каждого человека силу Духа Святого. И именно вот это вот сыновство, оно важно в истории Библии. Так как мы сегодня будем это рассматривать. Давайте откроем Бытие, третью главу. Мы сюда еще вернемся. Бытие, третью главу. Все вы помните, кто не помнит, я вкратце расскажу, что Бог создал небо и землю, создал человека, создал мужчину и женщину. Потом их поместил в Эдемском саду и дал им повеление, что все они могут кушать в Эдемском саду, но не кушать, а дерево познания добра и зла, потому что в тот день, когда они вкусят, смертью умру. И появился на сцену дьявол, который решил соблазнить Еву для того, чтобы исказить Божий план. Для того, чтобы испортить Божий план. Для того, чтобы Божий план не исполнился в том объеме, который Бог запланировал. И у него получилось. Когда он сказал, правду ли Бог говорит, Ева соблазнилась. Она усомнилась в истинности Божьего Слова. И в конечном итоге она ела сама этот плод, и дала мужу, и они поели, и увидели, что они наги, и начали прятаться от Бога. И Бог возвал к ним, и говорят, где вы, я вас ищу, я хочу с вами поговорить. Они говорят, мы голые, мы не можем теперь появиться, ну, встать тебе, но предстать при тобой. Она говорит, кто сказал, что вы голые? Не ели вы от дерева, которое я заповедал вам, чтобы вы не ели. И там началось, муж начал говорить, что жена виновата, жена начала говорить змей, что он виноват, и после этого Бог сказал некоторые слова. Я всегда рассматривал слова, которые были сказаны для Евы, и слова, которые были сказаны для Адама. Но я никогда не обращал внимания, ну, может, просто, как бы, мне не открывалось, знаете, Библия, она открывается. И мне не открывалось. И пообщавшись с своим советником по теологическим вопросам, этот человек мне открыл один, ну, грань, именно в этом стихе. 14 стих. Бытие 3 глава, 14 стих. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женщиной, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. И когда мне это... Ладно, я не буду уже... Да мы уже поняли. Да, это я с Лилей разговаривал. И Лиля мне говорит, вот уже спасение человечества было в бытие. Говорю, где? Она говорит, вот в семени. От женщины родится семя, которое будет для того, чтобы спасти человечество. Уже в Божьем плане, уже в 3 главе бытие было пророчество об Иисусе Христе. Я, ну, как-то послушал, но потом думаю, нет, я должен поразмышлять над этим. И я увидел, что так же и произошло. Если помните, в Эдемском саду змей, ну, если фильм, помните, змей подкрался, и Иисус пятой разбил голову змея. И семя Иисуса Христа било в голову, потому что, ну, истинный человек, он смотрит всегда в голову, он смотрит в глаза. Он не прячется, он никогда не... Ну, у него не с чего прятался, потому что за ним сила, за ним слово. И я начал размышлять, что насколько важно сыновство. Насколько важно вот этот сын, который был уже запланирован в бытие, именно в 3 главе, в истории грехопадения. И я начал просматривать хронологию, сколько было сынов. Ну, несколько сынов, через которых Бог сделал исторические события в жизни людей. И первая история про сынов, которые были рождены после Евы, потому что, ну, пример, да, то есть если взять этот стих, что через женщину выйдет семя, через женщину родятся дети, которые разрешат историю грехопадения. И я думаю, ну, опять же, об этом не написано, но как если бы я был бы Адамом, то есть я ждал бы, чтобы как можно быстрее моя жена родила, для того, чтобы избавиться от грехопадения. Но что произошло? Бытие 4 глава. Бытие 4 глава. Адам, с 1 по 1 и 2 стих. Адам познал Еву, жену свою, и она зашла и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Представьте, да? Первый человек, первый сын, который родился на земле, был Каин. И мама говорит, я приобрела человека от Господа. Все. Это тот человек, который разрешит нашу проблему, которую мы сделали в Эдемском саду, и все будет у нас теперь хорошо. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастухом овец, а Каин был землевладельцем. И родился второй сын. Но дальше история событий разворачивается по-другому. Что Каин оказался не совсем Божьим человеком. Он поднял руку свою на своего меньшего брата из зависти и убивает его. И мы уже видим, что сын, который родился от людей, которые упали, от греховной природы Адама и от греховной природы Евы, сын, который родился, не понес спасения, а усугубил проклятие. Пришло человека убийство. Кровь человека была пролита. И Бог изгоняет Каина из общения со своими родителями. И я начал смотреть дальше. Что же дальше происходило? И дальше в этой же главе в 25 стихе. И познал Адам Еву, еще Еву, жену свою. И она родила сына. И нарекла ему имя Сив. Потому что говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Потом рождается Сив. И уже от него я начал смотреть, где появился, ну, разные, разные дети появлялись. Один из них был Енох, который настолько был праведен, что Бог забрал его к себе. Я такой думаю, вот, пошло что-то, но еще нету спасения. Ничего не происходит. Дальше в этом же колене или в родословии Сифа рождается Ной. Пятая глава с 28 стиха. Один из этих, как его, внуков или правнуков Сифа был Ламех. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ной. сказал, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую пропил Господь Бог. Дальше рождается Ной. Но у отца на Ной был свой план. Он говорит, это будет сын, который будет делать мою работу, который будет помогать мне в моей работе. Но у Бога был для этого сына свой план. И я начал размышлять, что каждый из нас рождал, родился на эту землю. И у каждого родителя были свои планы. Но если вы вспомните свое детство, то вы вспомните, что родители возлагали на вас какие-то надежды, какие-то планы, какие-то мечты. Но спустя определенное время, если вы пройдете путь в свое детство и вернетесь обратно, где вы сейчас, вы увидите, что не у каждого исполнилась мечта родителей. И этот стих меня натолкнул, что я могу смотреть на своего сына как человек, но Бог смотрит на моего сына совершенно по-другому. Он смотрит на этого человека, который исполнит Божье предназначение. для того, чтобы изменить ситуацию греха на земле. Я хочу, чтобы вы начали смотреть на себя немножко по-другому. То есть я буду проповедовать, мы дойдем до Христа, но я также хочу, чтобы вы, слушая проповеди, анализировали свою жизнь. Потому что на сегодняшний день Богу нужны сыновья. не важно, что ты женщина, ты можешь быть сыном. Потому что дух сына внутри тебя. И он хочет, чтобы ты что-то исполнил в его плане, в его предназначении. я не думаю, что ты был рожден для того, чтобы только возделывать землю, которая проповедна. Я не думаю, что ты предназначен тратить свою жизнь, просто, чтобы она проходила лишь бы как. я разговаривал с одним парнем, мы встречались с одной семьей, и этот парень мне говорит, я не хочу, я там чуть меньше года в Америке, но я так хочу найти что-то свое с такой жаждой, с таким рвением, ты себя не представляешь. Я работаю на работе, которая мне не нравится, но рядом со мной работает человек, который 20 лет работает на этой же работе, рядом возле меня. За 20 лет его зарплата повысилась на 2 или 3 доллара всего лишь, он больше получает, чем я. Но этот человек говорит, меня все устраивает, все стабильно. Но для Бога, для тебя совершенно другое предназначение. Ты не предназначен для того, чтобы работать на проклятой земли, для того, чтобы решить какие-то свои насущные проблемы. Поесть, попить, покушать. Да. Да не предназначен для этого. И вот ломех, он не видел то, что видел Бог вновь. Он не видел то, что видел Бог вновь. Твои родители и мои родители, вы думаете, моя мама когда-то думала, что я стану тем, кем я стал? Да никогда в жизни. Вы думаете, я думал, что я стану тем, кем я стал? Нет. Почему? Потому что у Бога есть план для каждого из нас. Ты не предназначен работать на проклятой земле. Это необходимо, но это не то, что Бог хочет для тебя. Насколько важно иметь взаимоотношение с Богом? Насколько важно понять свое предназначение? Насколько важно понять имя, которое тебе дано от начала твоей жизни? Я, когда узнал, как переводится мое имя, я думаю, если бы я знал только раньше, я бы, наверное, по-другому выжил. Вот возьмите, изучите, как переводится ваше имя. Мое имя переводится как тот, который приносит перемены или новый порядок, или что-то новое. И я смотрю за своей жизнью, оно так и происходит. Еще и церковь называлась новая жизнь. Все, пришел, все старое уходит, а новое. И те люди, которые поймут смысл, например, то есть ты пришел в церковь, и если ты поймешь, куда ты пришел, у тебя новая жизнь будет. Пришел, увидел, изменил. Да, пришел, увидел, изменился. Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына и нарек ему имя Ной, сказав, он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог. Но если вы вернетесь обратно в третью главу, вы увидите, что Бог не проклинал ничего. Прокляло действия Адама. То есть уже до Ламеха сколько тут прошло. Представьте, сколько людей поменялось от Адама. Сколько заблуждений уже. И уже здесь, сколько тут там десять поколений может быть до Ламеха я не считаю. И уже говорят, вот Бог проклял землю. Но Бог не проклинал. Он сказал Адаму за то, что ты сделал. Проклята земля за тебя. Бог ничего не проклинает. Бог есть любовь. Если ты поймешь, что Бог есть любовь, что у Бога есть предназначение для тебя, что у Бога есть миссия для тебя, что у Бога есть задача, которую ты должен выполнить, многие люди они даже не верят, что Бог может что-то сделать в их жизни. Есть люди, которые даже не верят, что их жизнь может поменяться, что они могут быть не такими, как все. Очень мало людей, которые верят в то, что их жизнь может быть другой. Я знаю ряд людей, которые ходят в нашу церковь, которые пришли ко мне и говорят все, у меня все разрушено. Я говорю, ты даже не представляешь, что это даже не точка, это запятая в твоей истории. И ты увидишь, когда твоя жизнь просто перевернется с головы на ноги. Эти люди мне всегда говорили, это нереально, все, все пропало. Проходит время, я разговариваю с этими людьми, эти люди говорят, ты не представляешь, что происходит в моей жизни. Ты даже не представляешь, что происходит в моей жизни. И вот Ламех, он не видел своего сына, как человека, от которого пойдет новая земля, новое наполнение. Перестаньте смотреть на себя, как Ламех смотрел на своего сына. Потому что у Бога для вас есть предназначение. Шестая глава. Идем дальше. Шестая глава, с пятого стиха. И увидел, и увидел Господь Бог, что велико разращение людей на земле, и что мысли, и что все мысли и помысления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое. И сказал Господь, истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Отец смотрел на Ной, как тот, который должен пахать 24 часа на проклятой земле, а Бог смотрел на него, как человек, который обретет благодать своим образом жизни, своим образом мышления, своей реакцией, своим поведением, своей жизнью. Он обретет благодать. И дальше все вы знаете, я не хочу читать эти все истории, я вам буду просто рассказывать, потому что если я буду читать про каждого, то нам и месяца не хватит, чтобы только эту тему рассказать. Что произошло дальше? Дальше, если вы вспомните, да, то есть до этого момента люди не знали, что такое дождь. Все орошалось паром. Как-то-то, я даже не могу представить, как это было, но, короче, как-то это было. То есть был пар, он сходил на землю, все это орошалось паром. Люди даже не могли представить, что с неба может пойти дождь. То, что для нас это естественно, то в те времена это было противоестественно. И вот Бог говорит Ною, Ной, знаешь, ты обрек благодать в моей жизни, в моих глазах. И я хочу, чтобы ты построил кольчег, огромный корабль, в котором спасется твоя семья и каждого творения на земле попарь. Почему? Потому что пойдет дождь. Я представляю Ноя. Почему я представляю Ноя? Потому что иногда Бог мне тоже говорит какие-то вещи, которые для меня непонятны. Противоестественны. Особенно если я эти вопросы поднимаю в своем близком окружении, даже в своей команде, которая некоторые уже по три года со мной, а некоторые и по шесть лет со мной. И я когда им говорю, что я хочу что-то сделать, они говорят, это ненормально. Что говорить о Ное, который говорит, дождь пойдет, потом будет, и утонет вся земля. Ничего не будет, ни одного сухого места на земле не будет. Я очень люблю это откровение. Я могу представить, сколько людей обзывалось, смеялось, плевало в него. Но он поверил Богу и начал делать ковчег. Когда он создал ковчег, Бог, он завел свою семью, завел животных, и Бог закрыл за Ноем дверь. Помните историю, да? Да. Я думаю, очень мало обращают внимания на то, что, на именно на это слово, что Бог закрыл дверь за Ноем. Я всегда размышлял, почему Бог закрыл дверь за Ноем. Потому что Ноем был человеком. И то, что Ноем бы увидел, по-любому бы открыл дверь, и начал бы хоть соседку спас бы, не соседа. И когда Бог закрыл дверь, пошел дождь. И когда вода поднималась по щиколотку, я думаю, еще смеялись над Ноем. Но когда вода была уже вот так, я думаю, очень мало людей плевали в Ноем. Тем более в корабле, который он строил. Знаете, я смотрю на этих всех сыновей, на этих всех людей, которых Бог использовал. Он не делал это просто так. У каждого была своя история. И эта история была, с каждым сыном, который я буду сегодня считать, с каждым сыном она была все больше и больше непонятная для нормального населения людей. Но важность именно Ноя, пока мы в Ноя рассмотрим, в том, что Богу нужен был Сын, который согласится быть оплеванным, который согласится быть обозванным, униженным, оскорбленным, который согласится быть в насмешках, который согласится быть в издевках, который согласится быть человеком, на которого, возможно, некоторые отвернутся от него. Знаете, когда Бог нашел каждого из вас, я думаю, ряд родственников ваших, близких, не поняли вас. А некоторых, возможно, даже и не понимают. А представьте Ноя. Вы естественно, вы верите в Иисуса Христа, которого все, ну, хотите, не хотите, но вся земля о нем знает. Даже атеисты о нем знают. Верят они в это или не верят, это их дело. Мусульмане все знают об Иисусе Христе. Иудеи все знают об Иисусе Христе. Все знают. И когда ты просто говоришь, я в него верю, тебя просто не понимают, ну, не принимают, ну, просто за нормального. Потому что ты начинаешь делать вещи, которые ненормальны для этого мира. Когда ты перестаешь жить, как этот мир, пить, курить, материться, блудить, там, воровать, обманывать, раздражаться, там, ну, разные сферы, да? То есть, ты становишься ненормальным. Вот точно так же Ною. Но Ною было важно мнение Бога и Слово Бога. Богу, Ною было важно исполнить то предназначение, которое Бог приготовил именно для него. И Ноя стал человеком, который остался со всей земли, которая там населяла. Я не знаю, сколько там было человек, но сам факт в том, что он остался он и его семья. Дальше, ну, разные проповеди делают про Ною, но я не об этом буду говорить. Я хочу, чтобы вы понимали, что для каждого сына библейского персонажа было предназначение, была цель, была миссия. Для тебя, для сына, точно так же есть предназначение и миссия. Ты не рожден и не был рожден для того, чтобы просто прожить и стать камешком на кладбище. Нет. У тебя есть миссия, у тебя есть предназначение. Бог что-то хочет, чтобы ты выполнил. Ты рожден именно в это поколение, в это время, в это... Ну, ты не рожден сто лет назад, ты даже не рожден на день раньше и не на день позже. Ты рожден именно в тот день, когда ты должен был быть рожден. Наш Андрюша должен был родиться 8 сентября. И у Давида 9 сентября день рождения. И у нас такие споры были прямо с тещей, с родственниками. Нет, не соглашайтесь, чтобы 9 числа надо сделать 10 или 8. Пускай не портит ни рождение. И у нас споры такие в семье были. А потом я говорю, давайте пускай Бог решит, когда он будет рождаться. Если Богу будет угодно, чтобы он родился 9 сентября, ну что мы, запретим его, завяжем или зашьем. А Бог стал еще веселее. Он захотел, чтобы он родился в один день с Силомой. Потому что я молилась. Когда ему увезли в роддом, Лариса начала радоваться. Он будет со мной в один день. А он нет, говорит, нет, буду с Силомой в один день. Ну я так шучу. Понимаете? То есть у Бога есть предназначение. И это предназначение именно для тебя лично. И ты должен оставить свою историю. Вот пример, да? Я в следующем воскресенье буду делать отчет. Что это за отчет? Это история, которую оставила след наша церковь в 2015 году. Это история тех людей, которые оставили след в 2015 году. Кто понимает, что в 2015 год мы не вернем? Конечно не вернем. Не вернем. Но история останется по-любому. Ной уже не может быть рожден заново. Но история о нем по сегодняшний день. Фильмы снимают про него. То, что произошло в своем понимании. То, что произошло в его время. То есть Бог, Сын. Вот это Семя. И что самое интересное, что каждое Семя, каждый Сын должен был вернуть первоначальный Божий план. То есть Ной должен был вернуть землю в первоначальный Божий план. Но если мы смотрим дальше, ничего не произошло. Пошло проклятие внуков. Пошло разврат. Пошло то же самое, что и было. Ничего не произошло. Хотя в третьей главе было пророчество. Что Семя, которое победит дьявол. Одиннадцатая глава Бытия. Одиннадцатая глава Бытия. Дальше двадцать шестой стих. Фара жил семьдесят лет. И родил Авраама. Нахора и Арама. Следующий библейский персонаж. Это Авраам. Это муж веры. Это человек, от которого пошло благословение, размножение именно Божьего народа. А дальше родственники его не видели его так. Родственники на него смотрели совсем по-другому. Потому что если бы это было не так, то не было бы двенадцатой главы, в которой написано, где Бог сказал Аврааму, уйди от своего родства. Выйди отсюда. Я поведу тебя в землю, где ты будешь благословением. Двенадцатая глава, первый стих. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ. И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю юноши, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные. Следующая история сына Авраама. Это человек, которому нужно было выйти. Возможно, в той территории, где ты родился, где ты жил, тебя не сильно почивали. Возможно, ты не мог там реализоваться так, как Бог хотел, чтобы ты реализовался. Возможно, в той земле, где ты жил определенный срок своей жизни, ты не мог исполнить то Божье предназначение, которое Бог приготовил для тебя. Возможно, по этой причине ты и находишься сегодня здесь. Аминь. Но что делают многие люди? Они не выполняли Божье предназначение там, где они жили. И выйдя из той земли в новую землю, тем более не выполняют Божье предназначение. Потому что не видят себя глазами Бога. Но я разговариваю со многими людьми, и многие люди рассказывают мне историю. Пастор, ты не представляешь, сверхъестественно получил визу. Сверхъестественно продал имущество. Сверхъестественно купил билеты. Сверхъестественно получил жилье. Сверхъестественно получил работу. Сверхъестественно... Вы слышали такие истории? Аминь. Я спущу рядом. Я всегда говорю, если это все так сверхъестественно, почему тебе не начать выполнять Божье предназначение? Почему тебе не начать выполнять то, что Бог приготовил для тебя? Почему тебе не... Как это сказать? Не потесниться для того, чтобы пришло размножение через тебя. Божьего служения, Божьего Слова. Божьей миссии, Божьей благодати, которую ты имеешь. И вот Авраам, находясь в той земле со своим отцом, он не мог реализоваться, как Бог, скорее всего, не мог через Авраама ничего сделать в этом месте. Из-за этого он вывел его. И сказал, я хочу тебя повезти туда, где ты будешь благословением. Где ты будешь размножен, где ты будешь благословением, где от тебя произойдет великий народ. Говорят, что имя Авраам, Авраам с одной буквой А, переводится как бездетный. А когда добавляется еще одна буква А, как отец множества народов. То есть его даже назвали бездетным. А Бог говорит, нет, я добавлю одну пукву, и ты станешь отцом множества народов. Возможно, тебя в том месте, где ты находился, даже не смотрели, что может быть с тебя толковое. Но придя в церковь, придя к Богу, Бог найдет для тебя обязательно ту работу, которую ты можешь выполнить для Него. Тебе, ну, Богу нужен дар. Я уже проповедовал когда, помните, если вы уже пришли сюда. Что самое интересное, я попросил, чтобы написали свои специальности. Там пять человек только написали, одни экономисты. Одни экономисты у нас в церкви. Так что, пожалуйста, начните смотреть на себя по-другому. Дальше вы помните, да, что Авраам выполнил свое предназначение. Выполнил предназначение, которое Бог для него предназначил. Он вышел и стал человеком веры. И Бог благословил его так, как он ему пообещал. И что самое интересное, Бог дал ему сына, тогда, когда он уже не мог, уже все, ну, женское омертвело и мужское омертвело, все уже омертвело. А Бог говорит, это ты так смотришь, а я смотрю по-другому. У меня другой план. Мое слово не остается щетным. Мое слово не остается без выполнения. Мое слово не выпускается для того, чтобы ветер содрогать. Мое слово приносит плод для меня. И рождается следующий сын. Исаак. Подождите, я не записал. Когда у нас Исаак родился? Да, 21 глава. Бедия, 21 глава. Исак переводится как сын насмешек. Понимаете? Помните, Сара насмеялась над ангелами, которые пришли к ним в гости. И они сказали, через год ты родися. Сара посмеялась. Говорит, почему она смеется? Она говорит, что сына? Исак. Сына насмешек. Чтобы она понимала, что ее смешки не имеют никакого значения. Следующий сын. Сын насмешек. Возможно, над тобой кто-то смеется. Возможно, тебя никто не воспринимает всерьез. Возможно, никто не воспринимает тебя, что именно ты принесешь изменения в историю Америки. Возможно, у тебя нету даров каких-то, образования. Возможно, я помню, я всегда веселюсь. Что я, если Господу будет угодно, я буду президентом Америки. И мне все говорят, у тебя нету гражданства. Ну, гражданство у меня есть. У тебя нету, что ты не родился в Америке. И у тебя нету английского языка. Я говорю, я буду первым американским президентом, под которого поменяют конституцию, что будет президент без рождения. И второе, я буду президентом с перевозчиком. Я, естественно, шучу. Но суть заключается в том, что если Богу будет угодно, Он сделает все насмешкой. Он посмеется над тем, что люди смеются. Потому что, если именно тебя не воспринимают всерьез, именно ты и должен выполнить Божье предназначение. Еще раз повторю. Если тебя не воспринимают всерьезно, именно ты должен выполнить Божье предназначение. Если все вокруг тебя говорят, это не ты должен делать, у тебя не получится, посмотри на себя, ты не тот, ты не этот, ты не такой. Нет. У Бога есть план для тебя Знаете, иногда мужья Говорят о своих женах Без меня ты никто Забирают мужа Или он там разводится Или уходит, или бросает свою семью Смотришь на эту жену И думаешь, Господи Как ты вообще тащишь на себе Все то, что люди думают Что это невозможно Думаю, если бы хотя бы на секунду Мужчине дать то, что делает женщина То мужчина бы умер Так что если над тобой смеются Это факт Но это не истинно тебе А в Исааке Тоже смеялись Но он все равно родился В тот срок, когда Бог предназначил Но и тут не произошло перемен Не произошли изменения Не пришло спасение Не пришло перемены Даже то, что Авраам вышел Даже Исаак родился Даже через Исаака Должны были быть изменения Но все равно не произошло Сыновство исполняется Но важность сына Который принесет В исполнение третью главу 22 глава 1-2 стих И было после этих происшествий Бог искушал Авраама И сказал ему Авраам Он сказал Вот я Бог сказал Возьми сына твоего Единственного твоего Которого ты любишь Исаака И пойди в землю Мариева И там принеси его Во все сожжение На одном из гор О которой я скажу тебе Теперь представьте То, что Бог хочет сделать Это чтобы Авраам Отлепился От того К чему у него Прилепилось сердце Он захотел Испытать Авраама Действительно ли он Выполнит Настолько муж веры Что он будет доверять Богу Настолько Что даже принесет Жертву своего сына Когда-то я слышал Одну проповедь Что Бог хотел увидеть Что чувствует человек Потому что у него же был Свой план Что чувствует человек Когда он Отдает своего сына На смерть Он хотел увидеть Это чувство Он хотел увидеть веру Он хотел увидеть чувство Авраам доверился Богу Но здесь не описаны Его чувства Но я думаю Что он внутри Доверял Богу Но другая часть Его скорбела И он понимал Что он должен Выполнить то Что сказал Бог Но для него Это настолько Больно И непредсказуемо Чтобы сейчас Увидеть смерть Своего сына Я когда-то рассказывал Я на эту тему Когда-то проповедовал Я когда-то говорил Что я Вытащил Давидика Своего первого сына На миллиметр От машины То есть его голова Была Прямо под колесом И колесо уже Наезжало на его голову И я его просто Вытернул Из-под колеса Он убежал На дорогу Поскользнулся И улетел По проезжую часть А тут летел джип И ну короче Вот так Голова и колесо И я в полете Прыгнул Вытернул его Из-под колеса А одна история Силдуз была Где он выбежал На дорогу И я прыгнул Ну опять же Прыгнул на дорогу Пожертвовал с собой Потому что Меня должна была Убить машина Но у Бога Был план Я поймал Давида Перепрюнул Вот так Одной рукой Перекинул его Через машину Машина пролетела Я его выкинул А вот так Я его поймал Перекинул в эту руку И выкинул его На дорогу И две машины Пролетело Ну меня не затронуло Ни его не затронуло Машины даже не остановились Но эти две истории Я помню Я месяца два Наверное После каждой истории Отходил Я себе Я вот эту картину Этих мозгов Этих убитого тела Просто крутил себе А представьте Авраама Он ишел Убивать своего сына Потому что Сказал ему Бог Он даже не сомневался Но важность этого сына Была не в смерти Исаака И смерть Исаака Бы не спасла человечество Вера Авраама Спасла Ну Как Дала Лепту Спасение человечества Потому что Эта вера Потом передавалась Через Исаака Дальше 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 Следующая 25 глава 25 глава С 19 стиха Вот родословие Исаака Сына Авраама Авраам родил Исаака Исаак был 40 лет Когда он взял себе Жену Ревеку Дочь Вафуила Арамея Из Месопотамии Сестру Лавана Арамея И молился Исаак Господу О Ревеке Жене своей Потому что Она была неплодна И Господь Услышал ее И зачала Ревека Жена его Сыновья В утробе ее Стали биться И она сказала Если так будет То для чего Мне это И пошла Вопросить Господа Господь сказал Ей Два племени Во щеве твоем И два Различных народа Произойдут Из-за тропы твоей Один народ Сделается сильным Другого И больше будет Служить меньшему И настало Время родить ей И вот близнецы В утробе ее Первый вышел Красный весь Как кожа Косматы И нарекли ему Имя Исаав Второй вышел Брат его Держась рукой Свою запятую Исаава И нарекли ему Имя Яков Исаак Жебыл Шестидесяти лет Когда они Родились От Ребеки Дети выросли И стал Исаав Человеком Искусным В звероловстве Человеком Полей А Яков Человеком Кротким Живущим В шатрах Исаак Любил Исаава Потому что Дища его Была по вкусу Ему А Ребекка Любила Иакова И сварил Иакова Кушание А Исаав Пришел С поля Усталый И сказал Исаав Иаков Дайте мне Поесть Красного Квастного Этого Ибо Я устал От этого Давно Ему Название Едом Но Иаков Сказал Продай мне Теперь же Своё Первородство Исаав Сказал Вот я Умираю Что мне В этом Первородстве Иаков Сказал Поклянись Мне Теперь же Он Поклялся Ему И продал Первородство Свою Иакову И дал Иаков Исаав Хлеба И кушание И щечевицы И он Ел И пил И встал И пошел И пренебрег Исаав Первородством В этом Отрывке Я увидел Что у Бога Было Предназначение Опять же Предназначение Для Иакова Но у Исаака Было Предназначение Для Исаава Благословение Потому что Он был Первенцем То есть Человеческое Благословение Опять же Говорю Оно не такое Как Божие Потому что Изначально Должен был быть Бог Авраама Бог Исаака И Бог Исаава Но получился Бог Авраама Бог Исаака Бог Иакова И имя Иакова Впоследствии Он же был Обманщиком Но Бог Поменял его Имя На Израиль Смотрите Это был Божий план О котором Не знала Ревека Но не знал Исаак Господь сказал ей Два племени Во щеве твоем И два различных народа Произойдут Из утробы твоей Один народ Сделается сильнее Другого И больший Будет Служить Меньшим То что и произошло Он отдал Своё первородство Младшему своему сыну Младшему своему брату Но через это Не пришло спасение Но через это Пришло план Восвобождение Израильского народа Из Египта Я не знаю Сегодня какое-то Такое учение Сделано Вы что-то понимаете Или не понимаете Теологи Теологам интересно Кому-то не интересно 37 стих 37 глава Бытие 37 глава О чём я всегда Ну о чём я всегда Размышал Когда Есть Иаков О Исам И Иаков Знаешь Иногда Люди думают Что придя в церковь Раньше Некоторые люди Которые Ну пришли в нашу церковь Раньше Некоторые из начала Они думают Что А некоторые уже ушли Которые были из начала Почему? Потому что они думали Что вот они Те которые Принесут перемены Но я смотрю Кто-то Понял своё предназначение А кто-то нет Но люди Которые пришли Недавно Они больше Делают для церкви И для Бога И для города Чем люди Которые Ходят в церковь Изначально Это то Что дело Произошло С Исаком И Иаков Исак Думал Я и так Всё получу Исак И так Меня благословит Но Иаков Говорит Нет Продай И впоследствии Когда пришло Время Благословлять Вы помните Эту историю? Да Ревека Поменяла Детей И Исак Благословил Иакова Из-за того Что он бы слеп Но он перепутал Но когда Исак Пришел Он понимал Предназначение То что Препонимал Силу благословения Когда он пришел Исак говорит Извини Ты ничего не можешь Получить У меня нету Ничего для тебя Кроме там Обыкновенного Благословения Но и это Не принесло Первоначального Божьего Плана 37 глава С 1 стиха Еще чуть-чуть Еще 3 3 книжки С 1 стиха Иаков Жил в земле Странствования Отца своего В земле Хананской Вот Житие Иакова Иосиф Семнадцати лет Паскот Вместе с братьями Своими Будущий Отроком С сыновьями Валы И сыновьями Зелфы Жен Отца своего И Доводил Иосиф Худые О них Слухи До отца Их Израиль Любил Иосифа Более всех Сыновей своих Потому что Он Был сын Старости его И сделал ему Разноцветные Одежды И увидели Братья его Что отец Их Любит его Более всех Братья его И возненавидели И не могли Говорить с ним Дружелюбно Следующий Персонаж В сыновстве Это Иосиф Вы помните Да Что Иосифа Избили Посадили в ров И после этого Продали в рабство Где он был В рабстве И после этого Когда он Побыл в рабстве У него был дар Он имел сны Он умел Разгадывать сны У него был дар Пророчества И после этого Бог использовал Этот дар И это Предназначение Иосифа Для того Чтобы Он Впоследствии Спас Весь свой народ Иногда Ты думаешь Что проходя Через какие-то Трудности В своей жизни Это все Это конец света Но Бог Эту трудность Обратит Обязательного блага Если вы помните Как он разговаривал Со своими братьями Я не держу На вас зла Чтобы вы сделали это Потому что У Бога Был план спасения Для тебя Ты пришел В эту церковь Или пришел К Богу Для того Чтобы через тебя Пришло спасение В твою семью Твоим детям Твоим родственникам Твоим друзьям Ты приходишь В церковь Иногда ты приходишь В церковь И думаешь Что я здесь делаю Ты приходишь сюда Для того Чтобы через тебя Пришло спасение Я вчера Разговаривал С одним человеком Этот человек Мне говорит Вот как только Я Сильно молюсь Все у меня гладко Аминь Но как только Перестаю молиться Сразу начинаю Проходить Через испытания Это то Что делал Иосиф Иосифа Продали В рабство Из зависти Из ненависти Из-за того Что они не понимали Дар Божий Возможно Твой дар Никто не понимает Возможно Твою силу Никто не понимает Возможно Твое предназначение Никто не принимает Но у Бога Есть план Чтобы через тебя Сделать перемены В жизни Твоей семьи Твоего города Твою улицу Твоих родственников Исход Первая глава Исход Первая глава Шестого стиха И умер Иосиф И все братья его И весь род их А сыны Израилевы Расплодились И размножились И возросли И усилились Все изначально И наполнились Ими Земля Там И восстал В Египте Новый царь Который Не знал Иосифа И сказал Народу Своему Вот народ Сынов Израилевых Многочисленных И сильнее Нас Перехитрим Жи его Чтобы он Не размножался Иначе Когда случится Война Соединятся И он С нашими Неприятелями И вооружится Против нас И выйдет Из земли Нашей Иосиф Умер История Об Иосифе И спасение Его народа Умерла Восстал Новый царь И что Произошло Дальше Начали Убивать Младенцев Начали Уничтожать Этот народ Из страха Из зависти И появляется Кто На арену Моисей Моисей Вторая глава С первого стиха Некто из племени Левина Пошел И взял Собережен Из этого же племени Жена Зачала И родила сына И видя Что он Очень красив Скрывала Его Три месяца Но И не имела Возможности Доли Скрывать Его Взяла Корзинку Из тростника И осмолила Ее Асфальтом И смолою И положив В нее Младенца Поставила В тростнике У берега реки А сестра Его Стала Вдали Наблюдать Что с ним Будет И вышла Дочь Фараона На реку Мыса Прислужницы Ее Ходили По берегу Реки Она Увидела Корзинку Среди Тростника И послала Рабыню Свою Взять Ее Открывая Увидела Младенца И вот Дитя Плачет И сжалилась Над ним И сказала Это Из еврейских Детей И сказала Сестра Ее Дочери Фараона Не Сходить Ли Мне И не Позвать К тебе Кормилицу Из евреев Чтобы Она Скормила Тебя Младенца Дочь Фараона Сказала Сходи Девиса Пошла И призвала Мать Младенца Дальше Вы знаете Младенец Возрастал И был Человеком Которого Бог Использовал Для Выхода Еврейского Народа То есть От Бытие До Исхода Это Была История Грехопадения И план Спасения Божьего То есть Это Прообраз Что Бог Сделал То есть Ну Вы же Понимаете Что Каждый Сын Это Как Прообраз Иисуса Христа Это Все То Что Было На Сегодняшний День Это Как Это Все Происходило Если Тебе Непонятно Жизнь Иисуса Христа Изучи Эти Истории Ты Увидишь Что Иисус Пришел Как Его Предали Над Ним Насмехались Его Никто Не Принимал За То Кто Он Должен Быть Мы Сегодня Сушали Пели Песню Последнюю Что Как Младенец Может Спасти Целый Народ Все Смеялись Над Этим Как Может быть Кто-то Из Назарета Спасти Может Что-то Быть Толковое Из Назарета Не Плотников Лето Сын Как Он Может Спастись Сними Себя Со Христа Многих Спасал Себя Спаси Все Эти Истории Которые Мы Сегодня Просмотрели Были В Жизни В Рождении И В Жизни И Смерти Иисуса Христа Но Теперь Важность Сына Матфея Первая Я опять Вернусь Первым Вторым Стихом Родословие Иисуса Христа Сына Давидова Сына Авраамова Первый Стих Родословие Иисуса Христа Иисус В физическом мире Не родился Но Сыновство Об Иисусе Христе Было Проложено Красной Нитью Во всех Этих Родах Во всех Этих Поколениях Во всех Этих Сценах Которые Были Рождены Для того Чтобы Спасать Божий Народ Для того Чтобы Принести Перемены На эту Землю Для того Чтобы Вернуть Землю Обратно В первоначальный Божий План И Дальше Принять Принять Марию Жену Твою Ибо Родившийся В ней Есть От Духа Святого Родить же Сына И Наречешь Ему Имя Иисус Ибо Он Спасет Людей Своих От Грехов Их И И Все Это Произошло Досбудется Вещенное Господом Через Пророка Который Говорит Вот Дева Ващеве Примет И Родит Сына И Нарекут Ему Имя 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 Что Значит С нами Бог Став От Сна Иосиф Поступил Как Повел Ему Ангел Господин И Принял Жену Свою И Не Знал Ее Как Наконец Она Родила Сына Своего Первенца И Он Нарек Ему Имя Иисус И Дальше Мы Видим Что Уже Последний Сын В Истории Спасения Людей Последний Сын Который Был Предназначен Богом Для Спасения Человечества Пришел На Землю Как Спаситель Как Человек Который Вернул Человечество В Первоначальный Божий План И Иоанна Третья Глава 16 Сти Говорит Ибо Так Возлюбил Бог Мин Что Отдал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Кто Поверит Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную И Через Смерть Иисуса Христа Иисус Размножился В каждом Из нас И На Сегодняшний День Бог Смотрит На Каждого Из нас Как На Сына Через Которого Он Хочет Спасти Как Можно Больше Людей Для Того Чтобы Люди Вернулись В первоначальный Божий План В общении С Богом В примирении С Богом В любовь Вместе С Богом В благодать Вместе С Богом В исцелении В благословении В освобождении Чтобы Каждый Человек Кто Поверит В Него Не Был Больше В рабстве Бог Не Видит Тебя Рабом Бог Не Видит Тебя В Проклятии Бог Не Видит Тебя В Болезни Он Смотрит На Тебя Как На Того Кто Освобожден Полностью От Всего Все Что Тебе Нужно Это Принять Сына Важность Сына Который Пришел На Эту Землю Для Того Чтобы Освободить Тебя Знаете Очень Много Людей Я Общаюсь С Людьми И Люди Говорят Для Того Чтоб Что То Изменилось Надо Больше Молиться Для того Чтобы Что Поменялось Нужно Начать Поститься Для Того Чтобы Что Поменялось Нужно Библию Пысонько Читать Для Того Чтобы Что Поменялось На Ночную Нужно бежать. Для того, чтобы что-то поменялось, нужно молитвы усилить. Я знаю людей, которые посятся и молятся и ничего не меняются. Я знаю людей, которые изучают Библию на зубах и ничего не меняются. Я знаю людей, которые